Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русский Хиван, я вас приветствую на канале Иванова Наука. И эти октябрьские дни ознаменовались очень сильным ветром, поэтому, возможно, меня будет не очень хорошо слышно, но я надеюсь, что что-то будет можно разобрать. В этом видео я познакомлю вас с одним удивительным овощным растением, увидев которое в первый раз в этом году, я даже немного расстроился. Думал, что мне попалось что-то неудачное, неподходящее для наших условий. Но потом, разобравшись, я очень обрадовался, что это растение будет у меня теперь в огороде постоянно. Смотрим! Прежде чем я подойду к основному рассказу, хочу похвастаться вам своими томатами в открытом грунте. Несмотря на то, что первая декада октября в полном разгаре, томаты мои в открытом грунте, никакой фитофторы нет, никаких болезней нет. Они еще вовсю цветут, урожай здесь собирался уже неоднократно, и они все еще вяжут и вяжут и вяжут, и вяжут эти самые плоды. Поэтому я думаю, что здесь еще урожай я соберу и не один. Конечно, в том случае, если не будет заморозка. Все это результат хорошей сбалансированной работы биопрепаратов и сбалансированного питания растений. Как видите, в Белоруссии обойтись без фитофторы можно даже в довольно фитофторозный год. Здесь вот растения, видите, немножко захлорозили, но этот хлороз связан не столько с какими-то голоданиями, сколько все-таки с ночными холодками. Осень берет свои права. Однако же, я как и сказал, возьму здесь еще свой урожай. Несмотря на то, что в этой же первой декаде, в середине первой декады октября, тыква у меня еще на зеленом листе, еще нет никаких признаков повреждения тыквы. Чуть-чуть идет какой-то хлорозик, но он связан с оттоком питательных веществ в плоды. Ну и здесь можно, можно немножечко где-то, вот если очень присмотреться, наблюдать мучнистую росу. Но в целом здесь уже никаких болезней нету. Это тоже работа биопрепаратов, потому что додержать до начала октября, до середины первой декады октября тыкву на зеленом листе бывает не так и просто. По всему огороду растут опята. Это обычное дело в тех местах, где недавно удалялись растения, там стволы деревьев, крупные деревья, корни гниют, поражаются опенками и опята можно собирать прямо в огороде. Это не фокус для грибов такого плана, для сапротрофов, фокус вырастить белые и другие. Но об этом мы говорили на канале. Ну вот показываю вам эту тыкву. Несмотря на то, что дни еще стоят более-менее теплые, все-таки тыкву я уже решил с огорода убрать. Это всегда дилемма, то ли оставить еще тыкву немножко в поле, то ли убрать. Но в связи с тем, что тыква боится холодов и боится заморозков, а сроки календарные таковы, что эти заморозки могут прийти не сегодня, не завтра, все-таки урожай тыквы и кабачков, которые полежат немножко, сохранятся, пойдут в переработку на икру и так далее, я все-таки решил уже убрать. Конечно, из этого всего многообразия я буду отбирать лучшие плоды для того, чтобы поставить семена на будущий год. Да, они перепыляются, безусловно. Ну вот, вот эта тыковка вот с такими патиссончиками не перепыляется, напомню еще раз, потому что эта тыква крупноплодная, вот видите, круглый хвостик, муравьишки сок пьют, а эта тыква твердокорая, такая же, как, например, и кабачок. Поэтому, несмотря на то, что все-таки переопыление между вот такими тыквами идет, в основном удается своими семенами воспроизводить какие-то, ну пусть это не сорта, но сорта-образцы, которые мне нравятся. Ну и что ж, потихонечку перейдем к основной теме нашего сегодняшнего выпуска. Вот, посмотрите, что у меня выросло в огороде. Ну, кто-то может сказать, что это самый ординарный арбуз, ничего здесь удивительного нету, арбуз себе как арбуз. Единственное, что маленькие плоды, ну, бывают такие маленькие, теперь в Беларуси выращивают огромные арбузы, которые не уступают по размеру и качеству астраханским арбузам. В Беларуси выращивают их теперь уже повсеместно, благодаря, между прочим, государственной программе. Но, как бы там ни было, на самом деле, вот я на прошлых выходных один такой арбуз собрал, вот они лежат, эти плоды, разрезал его, он оказался совершенно белый внутри. Я, конечно, расстроился. Если честно, признаюсь вам, что никаких арбузов я здесь не сажал. У меня даже в мыслях не было на эту грядку сажать арбуз. Здесь были огурцы, которые уже, конечно, к этому времени отошли. Я их удалил, но этот арбуз, здесь было буквально несколько растений, разросся здесь с невероятной-невероятной силой. И сейчас я вам про него именно и расскажу. Это растение и в самом деле ближайший родственник арбуза, но оказалось, что это не арбуз. Это так называемая цитроновая дыня или цитроновый арбуз, картофанский арбуз. Это родственник арбуза, происходящий из пустыни Калахари. Внутри он имеет белую мякоть и довольно кислого вкуса. Этот овощ или фрукт, назовите как хотите, но скорее фрукт, очень хорошо консервируется в молодом состоянии. Молодые плоды можно консервировать точно так же, как огурцы мариновать. И более взрослые плоды, ну вот мелкие, которые молодые, они такие еще волосатые даже немножко. Вот такие вот совсем меленькие, прям делаются малосольные и очень вкусные. Ну а плоды большего, такого более старшего возраста, они замечательно получаются из них варенье, очень приятного кисловатого вкуса и с очень-очень приятным ароматом арбуза. Как у меня это растение сюда попало, я не приложу ума. Но единственное, что я могу думать, что здесь я высаживал различные сорта огурцов, в том числе новые, в том числе белые. И каким-то хитрым образом, вероятно, одно или два семечка, но здесь не более, вот здесь вот не более, чем один или два семечка сюда попало, это точно. Растений было очень мало. Я их обнаружил, когда они уже стали, ну конечно, когда они выросли и стали давать вот такие лопастные листья, то, конечно, я не мог не обратить на них внимания. И они разросли здесь после уборки огурца, очень-очень сильно плетям стало много места. Одним словом, это растение, оно происходит из пустыни Калахари, оно распространено довольно сильно в Мексике, повсеместно выращивается населением в Соединенных Штатах, именно для того, чтобы употреблять его в пищу, как молодые огурцы, ну а в более позднем периоде варить из него варенье. Могу вам сказать так, что, конечно, первый плод, который мы отсюда сняли, разрезали, попробовали, отдали на растерзание племянникам с мачете, для того, чтобы, ну так сказать, они наигрались в волю, играя там, ну в каких-то борцов, уничтожителей чего-то злого, да, потому что он был кислый, невкусный, был похож на корку арбуза. Вот это место, где красная мякоть обыкновенного арбуза переходит в белую вот эту часть, ну такой кисловатый, действительно огуречный вкус. Но потом, узнав про него, распробовав его, поняв, как его надо потреблять в пищу, я, конечно, им стал, безусловно, очарован. Поэтому, если вдруг вам такое растение попадется, вы захотите поэкспериментировать, пожалуйста. Ведь сперва я подумал, сам попал в ловушку этого мнения, что раз арбуз, то он должен быть там, ну желтый или какой-то красный, там оттенки красного внутри могут быть, даже может быть белый, но в любом случае сочный, сладкий. Но на самом деле в том первом плоде, который мы сорвали, там даже были совершенно спелые семена. Что означает, что растение созрело, то есть не могут быть семена спелые, а мякоть не спелая. То есть это означает, что это действительно его, так сказать, ну нормальное состояние, вот эта вот кислота. Поэтому запомните это название, лимонная дыня или цитронная дыня, и поищите его, возможно вам он тоже понравится, приглянется, с учетом того, что он был без всякой рассады, посеян в грунт и хорошо созрел, ну то есть достиг своей спелости, а кроме того у него потребляются также неспелые плоды в маринованном виде, очень вкусные, как огурцы точно так же маринуются, то это вполне может быть очень интересным растением, новым растением овощным для вашего огорода. Что ж, вот такая вот интересная огородная история, ну а я пойду работать дальше. Осенний день, будущий год кормит. До новых встреч!